Из 1 июля запорожцы будут больше платить за воду. Решением исполкома стоимость 1 кубического метра воды выросла на 40 копеек. Автоматически с 1 июля подорожали и услуги концерна городские теплосети. А значит уже в августе запорожцы будут больше платить как за холодную, так и за горячую воду. Решение о подорожании воды для запорожцев было принято в конце июня на заседании исполнительного комитета. Напомним, что в Запорожье вода дорожает стабильно два раза в год. Это условия кредитного договора городского водоканала с Европейским банком развития и реконструкции. Получив деньги на развитие, водоканал взял на себя обязательства, одно из которых – повышение тарифов на воду. На этот раз стоимость 1 кубического метра воды выросла почти на 40 копеек. Автоматически с 1 июля подорожает и горячая вода. Воду, которую нагреваем, естественно, в счетах своих жителей видят горячую воду, разложенную на составляющие. Подогрев, холодная вода и стоки. Уже нагретой воды. Поэтому с 1 июля изменилась стоимость питьевой воды. Соответственно, и в своих счетах концерна, городские теплосети, которые мы предъявляем за коммунальные услуги, они увидят такую же стоимость водички, нагреваемой нами, как и холодной воды. Изменения в счетах завода запорожцы увидят уже в августе, когда получат на руки платежки. С 1 июля меняется и стоимость услуг водоканала на отведение стоков. Водоотвод 1 куба подорожает на 70 копеек. И еще одна новость от концерна городские теплосети. Летом в концерне намерены активизировать работы по заключению прямых договоров с потребителями. На горожанах эта компания никак не отразится, утверждает в теплосетях. Инспектор с договором придет на дом сам. Потребителю нужно просто предъявить необходимые документы и поставить свою подпись. Специально какие-то копии готовить, нести куда-то не следует. Наш инспектор непосредственно в квартире, точно так, как предприятия, там, Запорожгаза, Облэнерго приходили заключать договора. Приходят, просят показать документы, чтобы вписать правильно, например, отапливаемую площадь квартиру, ответственного квартиросъемщика или собственника квартиры, паспортные данные для заключения договора. То есть ничего особенного не происходит. В последнее время участились случаи, когда доверием горожан пользуются мошенники, представляясь специалистами коммунальных предприятий. Поэтому в концерне ГТС настойчиво просят у запорожцев требовать от инспекторов, которые приходят для заключения договоров, удостоверения.